Пандемия – это не только вызов медицинской системе, вызов врачам, вызов всей системе управления, но это и вызов всему обществу. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, большинство пожилых людей вынуждены соблюдать домашний режим. В это непростое для них время на помощь к ним приходят волонтеры и социальные работники. Этот год показал в очередной раз, насколько важна и нужна их работа. У нас постоянные волонтерские акции, это и по графику, и по необходимости, спонтанно, по заявке бывает. Если узнают в отделении, что бабушка в чем-то нуждается или она хочет что-то у себя во дворе, в доме почистить, убрать, покрасить и так далее, естественно, наши девочки собираются, волонтерская акция, и все это делается на добровольной основе, как добровольцы, на бесплатной основе и в нерабочее время. Это давно уже это продолжается. У нас вообще постоянно внедряются и вводятся новые программы. Это добровольная акция, это одна из программ. Сейчас мы отрабатываем и внедряем программу по развитию стационарозамещающих технологий. Это на Тербовский дом-интернат, стационар. Мы там полностью их обслуживаем. А тут подразумевается, что стационарозамещающие приходят на дом к бабушке и все это предоставляется ей тоже на добровольной основе, на бесплатной основе. Стационарозамещающие, это, естественно, то, что не входит не в программу договора, то, что не входит в добровольную акцию. Добровольная акция – это побелка, покраска, помочь. А тут именно по его здоровью. То есть физкультура какая-то, психологическая беседа, подстричь, маникюр, педикюр и так далее. Все это входит в проект по развитию стационарозамещающих технологий. Мы это пытаемся развивать, приучиваем наших сотрудниц. И все это происходит периодически во всех населенных пунктах и во всех отделениях. У нас есть добровольцы серебряного возраста, у нас есть добровольцы молодого возраста, студенты и так далее. Они тоже участвуют изредка, скажем так, не постоянно. Есть Сергей Цепинов. Он является волонтером серебряного возраста, так как пенсионер и на добровольной основе, по заявке консультативного отдела, он выезжает, где-то косит, где-то пилит, где-то прибивает и так далее. Мы ему благодарны и поощряли его и поддерживали. Вот такие движения как бы происходят. Но основная масса объема работы по добровольцам это социальные работники. В каждом отделении я приобрел для них футболки, накидки, волонтеры, доброволец. Сейчас я заказал всем соцработникам и сотрудницам мобильной бригады без рукавки. С логотипом министерства, социальный работник или мобильная бригада с надписями. Помимо этого, есть еще проекты, это тоже отличается от них, мы еще их не задействовали. Это программа так называемая санаторий на дому, это облегчить отдых, развлечения. Жизнь, где все на равных, хорошо, когда старость в радость, забота о пожилых людях. В принципе, по большому счету, их я бы не разделял, потому что, если социальный работник приходит или доброволец приходит, он делает то для подопечной, для бабушки, то, что практически прописано во всех этих программах. То одно отсюда, то другое, исходя из того, что необходимо и какое пожелание изъявить бабушка. Сальман Малахов отметил, что в целом ситуация складывается неблагоприятно. И в связи с этим необходимо наращивать волонтерское движение. По ситуации по республике, относящейся к COVID-19, к вирусу, это большая проблема для всех, особенно, наверное, для нас, так как мы обслуживаем пожилое население, те, кто больше подвержен этому. Вот говорят, 65 и плюс, у нас основная масса это 65 и плюс. Что в пансионате, что в соцдоме по ковиду ведется большая работа по удержанию здоровья и требований. Наши социальные работники много делают для бабушек, которые сейчас изолированы, 65 и плюс, которые не должны выходить из дома, не должны выходить в люди, не должны ходить в магазин, в аптеку и так далее. И по заявке наши социальные работники, эти магазины, аптеки, ЖКХ и так далее, все на бесплатной основе, наши социальные работники предоставляют услуги тем гражданам, которые на изоляции, которым рекомендовано не выходить из дома. Раньше все это мы делали за деньги. То есть, предоставляется услуга и за эту услугу бабушка платит. Тот же поход в магазин, тот же поход в аптеку и так далее, все это оплачивалось. Сейчас, исходя из ситуации, чтобы бабушка не выходила из дома, все это мы делаем бесплатно. Натуся Кчемезова, Сергей Лабынцев, Новости Кашхабского района.